Для Вячеслава Обушникова подковать блоху не проблема. Причем не вручную, а с помощью специального прибора. На градообразующем предприятии инженер как раз и занимается разработкой оборудования из области микро- и нанотехнологий. Одно из его изобретений недавно принесло своему создателю победу на областном конкурсе инженеров-новаторов. Я сделал полезную модель обработки отверстий в труднообрабатываемых деталях мелких, меньше микрона. Это моя аспирантская работа. В данной работе я уже защитил два патента. Один патент на изобретение, один патент на полезную модель. И вот эти условия были уже как раз в этом конкурсе. Персональная разработка Вячеслава Обушникова в массовое производство пока не запущена. Единственный работоспособный экземпляр находится в заречном на градообразующем предприятии. Стоит на столе в кабинете инженера. Ничем на первый взгляд не примечательный прибор, аналогов которому нет в мире. Абразив, он не просто обрабатывает по контуру, он еще в продольном промещении обрабатывает. И поэтому мы получаем практически зеркальную частоту и обрабатываем керамику. Здесь проходит струна, в данном месте зажимается деталь. На струне алмазный борошок и я просто передвигаю. Это не единственная полезная разработка от Вячеслава Обушникова. Его идеи уже более 10 лет применяют на практике. К примеру, одна из последних будет использоваться на Олимпиаде в Сочи. Последняя наша разработка, помощь для Никерета – это волноводы для охраны Олимпиады. Первоначально оно было из цельного варианта, то есть была трубка, которая раньше, это еще конец Советского Союза заканчивался. Их изготавливали. Сейчас в настоящее время их практически нет, они только на складе. Мы совместно с Никеретом сделали сборный вариант, намного он получается эффективнее. Зареченцу есть, что предложить и на мировом рынке нанотехнологий, идею Вячеслава Обушникова масса. И каждая может быть представлена конкурсному жюри и претендовать на высокую оценку. Кстати, инженер признался, что победа на областном смотре вдохновила. Теперь зареченский изобретатель планирует поучаствовать в президентском конкурсе новаторов.